Вы нас часто спрашиваете, что бы такое съесть и что бы такое сделать с собою, чтобы крепко и глубоко спать? Я вам сейчас покажу упражнение, которое помогало, помогает тибетским монахам трудиться с утра до вечера и спать крепким, практически беспробудным сном. Это знаменитое упражнение, которое называется суп несу, суп проливаю. За 20-30 минут до привычного отхода ко сну нужно вот таким вот образом поставить свои руки, сделать их как будто бы открытыми и как будто бы на них стоят тарелочки с супом и в течение одной минуты сделать 30-40 раз вот такое движение. Суп несу, суп проливаю. Суп несу, суп проливаю. Суп несу, суп проливаю. Суп несу, суп проливаю. Что дает это упражнение? Это упражнение дает нам состояние покоя в области затылка, дает нам состояние покоя в области прикрепления второго шейного позвонка к первому шейному позвонку. Второй позвонок, на котором крутится наша шея, или именно состояние стопора в боковых поверхностях мышц шеи, и дает нам такое состояние, как поверхностный неглубокий сон, потому что мы крутимся, мы вертимся, мы поворачиваемся, пытаемся найти вот такое состояние успокоения для своей шеи. Кстати сказать, пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание, что если вы делаете вот такие вот движения в течение дня, практически не обращая на них внимания, имейте в виду, что это является притечей, как раз-таки напряжение во втором, третьем шейных позвонках, и уже является причинами развития протрузии с последующей организацией грыж в шейном отделе позвоночника. А какие органы отвечают у нас за состояние шейного отдела позвоночника? Если вы чаще делаете это вправо, значит, это беспорядок у вас в области печени и желчного пузыря. Если вы пытаетесь шею ставить слева, это у вас с перегрузкой работает селезенка и поджелудочная железа. И, конечно, поперечно-ободочная кишка. Поперечно-ободочная кишка как раз-таки является тем самым местом, которое фиксирует состояние грудной клетки, которое фиксирует состояние желудка, которое фиксирует состояние и обеспечивает бесперебойную работу практически зубчатых мышц наших, которые двигают нашу грудную клетку. И, соответственно, в связи с этим именно состояние печени и желчного пузыря, состояние селезенки и поджелудочной железы и их воздействие на поперечно-ободочную кишку как раз-таки через зубчатые мышцы обеспечивает нам состояние покойного, спокойного размещения наших позвоночных артерий, которые находятся у нас сзади. Левая и правая и левая и правая сонная артерии. Конечно, вот этот весь конгломерат сосудов, конгломерат органов и дает нам, по сути дела, состояние покойного, спокойного, глубокого сна. Идет расслабление мышечного контура. Мы переходим в режим спокойного, ночного дыхания. У нас включаются железы внутренней секреции, особенно такая железа, как эпифис или шишковидная железа, которая нам обеспечивает ауру наслаждения сном. Ауру наслаждения сном. Или, как говорили английские врачи, музыку, гармонию сна, приносящего упокоение. Приносящего состояние того, что нам наутро дает бодрость, силу и возможность трудиться в следующий день. Кроме этих упражнений, что мы еще можем сделать, кроме суп-несу, суп-проливаю? Конечно, это воздействие, конечно, это воздействие на так называемые, на так называемые мышцы прикрепления рук. Вот они находятся в этом месте. Стоит вам так вот руку повернуть, или так вот поставить, и ваш указательный палец войдет в место прикрепления внутренней поверхности плечевого сустава. Вот. Сделали вы упражнение суп-несу, суп-проливаю. Если вы левша, находите у себя вот это местечко, и в течение 40 секунд по часовой стрелке промассируйте у себя это место. Если вы правша, начинаете с правого места, а потом переходите на левое. А если вы левша, соответственно, с левого места прикрепления переходите на правое. И традиционная точка, традиционная точка спокойного сна. Это точка подносья. Вот таким образом три движения суп-несу, суп-прерываю. Надежные погоны. А это место там, где вообще погоны очень часто находятся, или аксельбанты. И точка подносья. И если мы посмотрим с точки зрения анатомо-физиологического соответствия, то суп-несу, суп-несу, суп-проливаю. Это состояние сонных артерий, позвоночных артерий, состояние спокойной шеи. Аксельбантные точки. Это у нас точки покоя, дыхания. Потому что мы через эти точки воздействуем с вами на так называемую бронхоцистерму, которая располагается у нас за грудиной. А точка подносья, точка подносья, вот так вот проведите, вот так проведите. И что вы увидите? Точку перехода первого позвонка на второй позвонок. Как раз таки вот это самое пресловутое крепление головы к шейному отделу позвоночника, который дает нам спокойное состояние. Вот таким вот образом, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Для того, чтобы спать спокойно и глубоко, сделайте суп-несу, суп-проливаю. Определите состояние своих погон, посмотрите, сколько вы звездочек заработали. И если перспектива стать вам маршалом вашего сна, а для того, чтобы у вас была надежность обзора вашей жизни, включайте себе точку подносья. 40 секунд по часовой стрелке, и вы будете спать глубоко и надежно. Подробно о секретах спокойного и глубокого сна вы можете узнать на нашем авторском вебинаре, который посвящен сосудам и сну. Ссылка под этим видео. Милости просим, не пропускайте, не пропускайте, для того, чтобы спать спокойно, надежно и не скрипеть ночью зубами. Кстати сказать, по поводу скрипа зубов мы с вами еще отдельно поговорим, я так думаю. Обязательно приходите на наш вебинар по настройке ритмов сна. Всех участников вебинара ждет подарок. Это рецепт крепкого сна от императора Наполеона под названием «Вечерняя каша покоя». Не пропускайте, выполняйте упражнения вместе с нами. И не забудьте ближе к концу занятия напомнить нам об этом рецепте, который станет для вас надежным подарком для надежного сна. Продолжение следует...